ПРОГРАММА ИЗ ГЛУБИНЫ ПРОГРАММА ИЗ ГЛУБИНЫ Рассказывал, улыбка. С того, что мы подохуели, решили, как-то это вот собиралась. Вот здесь вот толпа панков. Прям реально так, их достаточно много собиралось. Основная туса происходила вот внизу. Вот эта толпа так называемая. Ещё тогда даже не открылся Макдональдс. Ещё никакой не открылся. Но кафе Лиры тоже не было. Она была закрыта. Там шли подготовленные работы. Мы время от времени пиздили там еду. Потом мы пиздили еду ещё в Макдональдсе. Они долго не могли прочухать. Но это тоже история такая чудесная. Почему у них исчезают мешки с едой? У них как в Европе. Привозили еду, оставляли. А те в определённый момент выходили и забирали. А пока был промежуток, приходили панки и брали эту еду. И Макдональдс долго не могли понять. Почему, блядь, в документах там 150 котлет, а их, блядь, 100. Как так? Пока не поставили там ворота уже. Ворота, да. Додумались, блядь, что в Москве, видимо, нужны ворота. А там была пицца-катра. И мы с Жабером чудно туда... Ну, вообще не только с Жабером. Там у нас было прям такое дежурное служение. Там люди, но те, кто были потрезвее на вечеру, обязательно ходили туда. У нас был такой чудный чемодан. Прямо вот походный чемодан, который мы собирали. Кучу объедков там уже. И можно сказать, что там были не просто объедки, а там были прямо какие-то заказанные, несъеденные пиццы. Вот это вот все, весь, все невостребованное в пицца-кате. Они, мы уже там с ними, вась-вась со всеми сменами, они нам выносили, выдавали. А там, ну, точно такие же парняги, там, блядь, по 18. Самый старший был это вот Лукич и Жабера. А нам было, ну, реально, 15-18 лет. Мне 18, а 14-15. А вот эта, ну, она вот соседняя осталась, а эту сделали вот таким вот входом. А вот через него мы проходили вот здесь вот сюда. Входили в панги, а отсюда мы обычно выходили. Мне все время нравилось отсюда такие вхлепанных там куртях, там все такие, вываливаешь, такой, хоп, Москва такая, там солнышко встает, там, известие, блядь, там, какой-то гудо, блядь, ты такой, ебанулся, блядь, страна. Вон там ящики доставал мой друг из Перловки, блядь, джуз, блядь, у которого мы пили. Они торговали с пивом, потому что у нас... Ну, сейчас покажем. А здесь вот такая наша главная арка, мы сюда входили, и упирались в подъезд. В подъезд был заколочен на духа, и на низу завален. Повешен замок винтами, изнутри завален нами, там было все вытащено из квартиры, завален. В общем, здесь хрен поберешься. Вот это здание. Вот, но мы жили на четвертом этаже, по-моему. Да, на четвертом. Вот, на пятом тусовали время от времени фриц с дядей, там, с бандой, со своей, вот. Но они еще на зелье и красятся. Ну, то есть оттуда там все как бы начиналось. Мы перебрались сюда, вот по их наводке, мы собрались здесь и тусовали. Вот, на четвертом этаже, в принципе, и появилась вот эта вот идея организовать пангу. Нет, Матриэк, блин, организовался в бомбяге. Нет, здесь, здесь. Бомбяге была следующей, следующим этапом. Сначала была бомбяге, да. Сначала была бомбяге, потом было вот это, потом, блин, себя опять перебрались в бомбягу. Сначала в бомбяге появилась эта идея, вот, но, блин, как-то она была похилена. Бомбяге, по-моему, появились на хорьке. А для идеи уже было. Нет, здесь, здесь они стали. ...местницам подымались к себе. Вот, еще... Там заходишь в квартиру через черную лестницу, потом через квартиру выходишь на парадную, потом еще через две квартиры выходишь опять на черную. И вот так и до нас. Хитрые, хитрые, ходы кривые роют подземный житель Крот. Вот это было про нас. Здесь было поуже значительно, то есть здание было такое, вот остатки, приблизительно как вот это, такое розовенькое, вон там уголочек такой кирпичный остался. Это сейчас прямо все такое новодел. Вот, все было чуть иначе, но было клево. Прямо все было, конечно, расписано, вот эти вот там такие дурацкие граффити. Ну, от прямо таких, ну как у нас прямо такой, от хуй, от хуй да на хуй до прямо таких, до шедевров. Да, Explained, это тоже по-разному было написано. Один в формате хуй да на хуй, другой в формате творческого произведения. Поэтому все было, ну прямо такой вот крутой. Мы потом смотрели фотки амстерских там панковских сквотов, да, там, и какие-то появились, потом приезжали немецкие журналисты, вот, которые как раз где-то нас фотографировали. Помню, здесь... Здесь нас снимали. Нет, здесь была свадьба панков, это чуть другое. А вот перед этим еще немцы приезжали, для какого-то журнала нас фоткали, мы как раз на фоне вот этой нашей арки фотографировались. И мы потом эти две фотографии смотрели, там была лондонская тусовка, и мы прям вот их соединяешь вместе, то есть такая большая длинная тусовка лондонских панков и московских, прямо, ну, различий не было вообще, то есть, в принципе, хотя вот все, что было на нас, это прям был такой... Кандал и самодел. Кандал и самодел, то есть такой хенд-мейд прямо. Вот прародителем московского такого панковского хенд-мейда все-таки, наверное, является жабер, потому что он прямо как бы такой, он сам горел все это, все время этой херней, подсадил на это гражданина Пургена, вот, а попутно еще и нас там зацепил. Все, конечно, получилось так, как получилось, и как бы это хорошо, вот. Но, в общем, как всегда, наркотики и алкоголь убили рок-н-ролл, блядь. То есть вот это вот драйвовые составляющие, то есть как бы увлеклись внешним, утратив суть. Ну, было, блядь, прикольно. И отсюда, соответственно, вот вечером, вернее даже с утра, вот утром мы выходили. Мы выходили сначала туда, у нас был такой парадный обход помоек. Променад. Променад, да, вот по скверику вокруг кинотеатра России тогда это называлось, вот сейчас какой-то тоже там кинотеатр. Вот, и у сквер, ну, фонтана вокруг Макдональдс, рядом с Макдональдсом. Прошаривали все эти урны, находя там, соответственно, ценные на тот момент. Тогда уже открылся, вот, то есть Макдональдс уже открылся, как-то момент, даже когда не открылся, по-моему, мы все равно там шарили что-то. А потом вот эти первые очереди видели, нам бесплатно, я помню, даже покупал кто-то там, эти ребята, здесь были такие ребята, которые очередь продавали или занимали, ну, в общем, такие, ну, в общем, каждый крутился как мог. Я сейчас вас приглашаю в него заглянуть. Пока еще будет в каждом городе такой милый ресторанчик. Очень тянется вот туда, если тут стоять, это к вечеру, к вечеру прибудем в ресторан. Вот, а у меня были друзья, один, ну, то есть они открыли такой бизнес, раньше с ящиков продавали пиво. Вот, и вот у них в этом доме, прямо туда вот можно пройти, прямо здесь вот этот вот один из первых этажей, у них там был склад, и они там хранили свое пиво. То есть, соответственно, они брали свое пиво, вот сейчас будет здесь та арка, которая осталась. Вот она, вот здесь, они около этой арки выносили, выставляли свои ящики. Вот где-то, ну, то есть вот это было помещение, то есть как вот из арочки, из этой туда можно было заходить. В какую-то из этих дверей, там у них находился склад. Мы им по утрам помогали вытаскивать ящики с пивом наружу, за что пользовались некими преференциями, ну, то есть бесплатным пивом, время от времени и т.д. и т.п. Вот, соответственно, это здесь вот товарищ Джуз. Работали они вместе с другим моим другом замечательным, он, кстати, вообще такой как-то известный в узких кругах чувак. Была такая группа «Холостой выстрел», Леша Купер, тоже перловский житель. Вот, а он работал грузчиком в Елисеевском магазине. И вот здесь мы брали пивас, там с утреца брали булку теплого хлеба и двигались уже за ништяками в диету, в зеленый. Это вот туда, в сторону Дмитровки. Ну, вот сейчас мы, как бы, наверное, в том направлении и пойдем. Это, в принципе, был такой понт и вызов, но ништяки как таковые, они присутствовали. То есть мы, у нас были договоренности, там, по-моему, баба Маша ее звали, там еще Коля Жук у нее банки свои трехлитровые хранил. Это сосисочная на Петровском бульваре. Сейчас там такой ресторан дорогой, 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 блин, пипец. А раньше там была чудесная сосисочная, обыкновенная. Вот тут вот этим двориком мы проходили, и вот здесь вот, вон они там. Ну, сейчас уже нет, были такие окна из земли, в земле. Вот, ну, под Елисеевским магазином, только вот, может, остатки эти остались. Оттуда там ленты туда, ну, когда там разгружали все, вот эту вот фигню. Вот там был подвал, ну, подвал Елисеевского магазина. Там работал мой товарищ Леша Купер, бас-гитарист на тот момент группы «Холостой выстрел». Вот. Потом он куча еще мест играл в каких-то, даже в каких-то модных проектах, типа «Поющие трусы», там, вот это вот все. Ну, прикольно. В ЛДПР поперкся, кстати, и там где-то потерялся у этих. Причем он, да, там с Жириновским они куда-то ездили. Ну, Жириновский он отметился везде, в принципе. Я просто потом еще так с «Околофутболом» был связан. Нет такого футбольного движа в России, где бы не присутствовал в свое время представитель партии ЛДПР. То есть многие-многие выезда организовывали. Вот. Что дальше? До пиццы? Ну, дальше да, до пиццы. Благородное дело АСКО, мы выходили там кто чем мог. Ну, то есть такие, на самом деле, присутствовали даже некие трудовые будни панк-рока. Да, то есть вот так вот панк-стайл. То есть, так как мы все-таки позиционировали себя, как некая криминальная структура, то там… Даже не знаю. Вот. Сюда. Ну, так мы в нее и не вылились, и слава богу, наверное, а то побивали. Но присутствовали некие такие элементы вызова. Это вот АСКО. То есть это, конечно, было нужно, помогало, но жить на это, конечно, невозможно. Вот. Основным прибытком, как ни странно, являлись вот эти вот ништячные, где мы уже плотно затаривались там еду, это мы питались. Тишинский рынок. Это прямо там мы, можно сказать, зарабатывали деньги. Ну, то есть, Жаберт там и я еще несколько человек. То есть мы шерстили вот эти вот все выселенные дома, собирали всякие ручки, хуючки, ну, все, что можно было. И продавали на Тишинском рынке. Вот. Все мы смело пускали. Вот. Вот здесь вот раньше пицца-хат. Ну, задняя дверь. Ну, да. И здесь было несколько прямо урн, а оттуда выходил прямо вот вечером, ну, таких ящиков. А вечером ходил чувак, прямо выносил нам пиццы в коробках. Вот. Мы туда на это вот вечером. И мы прямо там, набравши пиво там всякого, кто чего наработал, то есть мы приносили все вместе, там складывали. Ну, то есть жили реально такой коммунной, в складчину. То есть кто чего добыл, все принес. Кто чего украл. Украл. Напопрошайничал, там еще чего-то. Такая, такая, некая цыганская семья присутствовала. Там. Тоборок. Да. Вот. Время от времени. Ну, и, соответственно, вокруг нас там существовали другие, как бы, мы не противодействовали, просто они как-то так отдельно там, ну, самостоятельные единицы. Это Коля Жук, он вообще такой сам по себе. Время от времени приезжал, выезжал Димсон. Ну, такие постоянные персонажи, да. Это бегемот, фриц, дядя. Ну, и Питон, он тоже такой самый мальчик-бродяга. Босоногий обманщик. Или как его. Ну, он, в принципе, вот до сих пор, наверное, является, ну, в тот момент он точно был тем человеком, который знал, где и кому можно найти хороший сквод. Вот прямо вот он один из тех, кто потом нам пытался, когда вот с этим домом все накрылось уже, да, то есть там плотно за него взялись всякие эти девелоперы или как их там называют. В каком году тогда? Это девяносто второй год, наверное. Ну, да. Ну, уже ближе к концу. По большому счету, на самом деле, весь вот этот период он продлился по, то есть прямо с середины весны по середину осени. Ага. Ну, так, да. Где-то, да, месяцев шесть, наверное, в общей сложности. Вот. Все, за это время все успело появиться. Мы сумели съездить на несколько, оформиться, как некий коллектив, там даже, так скажем, отметиться, как боевая единица, как на каком-то концерте, или на двух даже, концерт, я помню. Да, на нескольких концертах, ну, прямо я говорю, там их два было, по-моему, это вот в Медведково, я помню, концерты, да, концерт в Ладоге, ну, панковские концерты, обычные панковские концерты, тогда сборники, там, что точно знаю, и там, и там участвовал автоматический удовлетворитель. Вот. И, по-моему, бронетанковых войск. Да. В ДК, которого бронетанков? Да, в ДК бронетанковых. Ну, а тогда все было, тогда клубов не было, тогда все было в ДК, исключительно выступали все в ДК, или, ну, в каких-то таких общественных площадках. И чем закончилось, там какое-то противостояние было? Нет, противостояния не было, мы дали всем пизды, и гопники были повержены, потому что они не ожидали, как бы, этого самого, скажем так, организованного сопротивления. То есть, они привыкли, ну, не было нас 15, не было нас 15, просто панки обычно, они такие, ну, компании, там, два-три, все, хоп. То есть, гопников было, там, что-то, вот у них была вот эта вот их, какая-то братья, они были чуть организованнее на тот момент, чем мы, а в данный момент мы выступили как организованные единицы. То есть, нас было семь человек основного состава, вот, и мы предъявили эту семерочку, уже, которая, как бы, внимательно смотрела друг, которые знали друг друга, смотрели друг за другом и были рядом друг с другом. Все, то есть, это вот прям такой костячок. И, соответственно, рядом там оказалось несколько людей, всегда готовых подраться, да, то есть, знакомых с нами. И, то есть, это, ну, и образовала вот эту вот вещь, то есть, они не были к этому готовы, они думали, ну, сейчас там, чунь-чунь-чунь-чунь, по два, по три их там, это самое, окучим, и все. А оба-на, оба-на, не случилось. В определенный момент даже в трубе там на нас стали, как бы, сначала такие х-х-х-х-х, а потом такие, блядь, ну, как-то отошли в сторону. Даже вот эти вот Nightfulf'ы, они тогда тоже начали там как-то организовывать свои вот эти вот фигни. Ну, они тогда были хирургия. Да, 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 хирургия они только начали носить, но, в общем, у нас с ними такой паритет сложился, то есть, они такие, да, все, ладно, хорошо. Да, особенно после того, как ты там кому-то из них вот говорил, да, ты лихой, блядь. Да, да, все. Конечно, не можно рассказать. Да, можно, я просто даже не знаю, кто это. Ну, то есть, они... Тут лишь хирургия. Да, такие, а я сидел подбуханный такой, ну, сижу, у меня там что-то слюна течет, ну, в общем, так, выгляжу неприглядно. Вот. Да, так нормально, такой, хоп, там, куртка у меня эта черная, там, раскрашенная, и он что-то мне там тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. А я ему просто говорю, ну, и, слушай, иди нахуй отсюда. Вот, ну, у меня там, я мог и пошутить, но как-то настроения не было. Я говорю, иди нахуй отсюда. Он такой, ты че, кому сказал вот это вот все, боковатость-то? Они, в принципе, были такие боковатые. Я говорю, ну, блядь, вот прямо сейчас просто разобью тебя, ебал, и все. Говорит, ну-ка, и пнул меня ногой. Ну, и все. Ну, и... Ну, и все. Ну, и все, блядь. Меня искали, находили там что-то. Они такие, как это так? А у него такой, я потом его увидел, у него такое фиолетовое лицо. Ну, прямо вот фиолетовое. А он такой, как оказался, крупный юноша. И там был такой чувак, по-моему, не знаю, кто-то из старых, вот, такой. Говорит, подожди, 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 вот этот парень стоит, такой, вот он, этот меня отпиздил, там. Он такой говорит, че, прямо один тебя отпиздил? Я говорю, другой. Он уже такой встал, такой, ну, 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 да. Я говорю, посмотри, а я стою, я точно, я, блядь, я вешу на тот момент килограмм 60, наверное, 50. И этот барабчик стоит. Ну, он такой, ну, очень, очень, очень похож, очень похож. Я говорю, все, давайте, давайте. Это наше место, вот наше место. И мы здесь занимаемся тем, чем хотим. Все такие, хорошо. А мы занимаемся тем, чем... Я говорю, вопросов нет, занимайтесь. Да, да, да. То есть обративное общество, которое трупы теят. Просто по-честному, без базара. Мы тогда очень много, вот прямо, пешая прогулка, почему? Мы тогда ходили, и сейчас, ну, я просто, я люблю Москву гулять, как говорится. Вот здесь, вот здесь вот была чудесная пивная яма. Ну, то есть они практически все назывались ямами тогда, на тот момент. А вот, ну, это была такая самая известная яма на Столешниковом, да. Вот, там еще были такие чудесные аппараты, которые можно было кидать 10 копеек. Тебе стакан наливали 250. И, ну, то есть стаканов и кружек не было чаще всего. Были баночки пол-литровые. Да, пол-литровые банчульки. Нет, это же под майонеза, а не 200. 200. А это такие... А это пол-литровые. Ну, это огурчики там какие-то все в них там, вот это вот. Вот, и вот здесь вот была эта пивная. Дальше за этой пивной шло... Ну, то есть пивная, это вот уже вечером мы такие, как cold plan. И здесь это прямо вот была такая неформальная, то есть в основном. Здесь очень много рокобилы здесь зависали, вот, ну, с маяка. Дипешисты там и все, и все. У них там свое кафе было еще, Маргарита. И на Тишинке была шкура. Вот такие кофейни были. Вот здесь вот. Вот здесь вот была диета. Столовая. Диетическая столовая называлась. Вот здесь была шоколадница. А напротив была шоколадница. Да. И там у нас были свои уже люди, с которыми мы там... Ну, то есть тетеньки, вот эти уборщицы, там все такие, ой. А они же все такие, ну, как бы уже взрослые женщины, да. А мы для них вот такие детишки полоумные, с раскрашенными волосами там. Вот. А они такие, ой, покушайте, ой, туда-то. Они собирали нам вкуснях всяких, там, да. То есть уже там не об объедках шла речь, там, о каких-то, да. А именно о полноценном питании. Плоть до борщей, там, они нам выдавали, там. Борщи, это вот там, на углу. Ну, да. Бутерброд. Ну, да, но что-то здесь тоже, я помню. Борщи, супы, приходишь, к концу завтрака, ну, утреннего, да, как у них там вот в расписании идет, да. Они нам прям вот все уже, конец завтрака. Мы прям заваливаемся, они нам там. Каши манные, все херни прям. Свежий дух. Ну, да, такой микс куриных котлет с манной кашей. Вот это вот было круто. Здесь, кстати, мы пробовали, он там чуть дальше, было еще местечко, тоже такое перевалочное. Мы там жили какое-то время, но что-то там не зашло, и после этого уже переехали в Бомбягу. По большому счету мы все тогда, как бы, ушли из домов. То есть это был такой протест. Родители, не знаю, Лукич, по-моему, там просто ездил туда-сюда время от времени. Нет, ну там, а мы просто, как бы, и большинство из тех, кто был с нами, но вот из этих, как из основного состава. Они были не москвичи. Тварь, 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 нет, тварь была, тварь из Твери. И Твери, Рогатый, Граф. Граф. Ну, Граф не особо был в составе, он, блин, больше так там. В составе кто? Рогатый, Тварь, Берия, Ты, Яб, Ацелла, Арза. Жабер. Жабер и Люси Дизель. Помнишь Люси Дизель? Нет, там... А у Моя, Лисьяна. Лиса. Нет, ну и я, и Лиса, и все. Чубыкин. Надо просто по фото, так, я не знаю, я помню прямо, ну вот откуда-то вот это вот прям помню, что было, ну где-то человек семь. Это просто ребят, были еще девочки, были еще девочки, там, жабы, так называемые, наши любимые. Вот, их было три на тот момент. Три Бацилла. Арза? Нет, Арза потом ее Бацилла привела. Арза была, Арза была. Нет, прилепилась потом. Арза была изначально. Да нет же. Ты даже. Да нет же. Ну, мне вроде там-то раньше... Бацилла. Там это где? Блядь. С Арзой? В Дом и Дред, в Дом и Дред, в этой же банде, но Дом и Дред. Арза появилась вот в этом доме, в нашем, ее привела, привела Бацилла. А, блин, ну да, Арза просто, блин, ну... Я еще, я еще даже помню, она была с длинными волосами, такая светленькая девочка, пухленькая, не пила и очень... Это была не Арза. Это была Арза. Это была не Арза, Арза не пила. Это была Арза. Она практически... Нет, она пила, но она тогда только тренировалась пить, и она постоянно блевала, и, блядь, и курилась. Этой дури не наливайте, она все равно все выблюет. Вот, потому что она реально, она выпивала и блевала, выпивала и блевала. То есть, ну, она прямо такая пришла, такая молоденькая, свеженькая, неиспорченная еще... Это тренажка, ты про тренажку говоришь. Тринашка это потом уже. Это вот и принашка, и макароны, это потом их Чубыкин привел. Это вот как раз отсюда он, отсюда, из Сашки, да, прицепил этих ролерш-рокерш. Да. Вот, чесоткой нас наградивших. Нет, чесоткой наградила нас другая. Не, макарона, макарона, она. Макарона, блин, не макарона. С чесоткой, блядь, выгнали, блин, из квота, блин, девки ее еще отпиздили, блин, очень жестко. И вы, какая-то кришнаитка. А макарона была не кришнаитка. Макарона, она сейчас куда-то с улицы взяла. А Тринашка она потом с Рогатой тусовала. Они в Питер уехали потом. Да, Тринашка потом стала женой Рогатой. Ну да. И, блин, они жили какое-то время у Тринашки на Борисовских прудах. Ну да, это, так сказать, из тех девочек, которые втекли с улицы, вот прям реально с улицы, там вот с сада. То есть мы прямо как, на самом деле, как какая-то движуха мы притягивали к себе такую молодежь. Мы были яркие, броские, наглые, с вызовом. И это привлекало к себе вот всю такую, ну, выделялось на фоне такой унылой серости даже в неформальной на тот момент среде. Могу прямо вот четко сказать, что такого явления, ну, больше как бы у нас в России не было нигде. Как Мадрет. Как Мадрет, да. Помнишь, как мы сюда, помнишь, ходили? Не, не то, чтобы это самое, я сейчас без хорошо, без плохо, без сравнительных, а просто вот как факт такое явление, его больше не было. Просто были другие, и там, и не менее там замечательные, я просто знаю тоже. То есть я тут, ну, как бы дальше потом тусуя, узнавал все эти. Движи там, подмосковные наши ребята из Королёва. С 91-го уже после Пуча, что-то посрал с предками, приехал на Пушку. На Пушке встретил Бацилу, Арзу, Берию. И типа, блин, я говорю, езди вписаться, говорят, да, у нас вон в Бомбяге можешь вписываться. Я вписался в Бомбягу. То есть в Бомбяге мы замечательно жили, не то жили, там еще к нам народ вписывался. Нефор и панки или... Вот, потом начали все употреблять. Не все. Сначала начали употреблять, и народ с Бомбяге переехал торчать в сквот. Вот. Потом из сквота народ обратно переехал в Бомбягу. Потом все переехали из Бомбяге обратно туда, в сквот, и там поселились. Вот. И уже в сквоте все уже, значит... Чего мы такие все борзые? Все такое. То есть, чего бы нам не стать-то бандой? Давайте придумывать название банды. Вот. Ну и призумли название мэдрэд. Типа мы, блядь, безумные крысы. Безумные... Почему безумные крысы? Потому что мы, блядь, все, блядь, обдолбанные психи. Вот. А, блин, крысы почему? Потому что крысу, блин, если загнать в угол, она кидается в лицо. Вот. Ну и дальше понеслась. Вот. Жили в сквоте. Тусили, ходили, всех обижали. Отжигали. Ну и да, проник говорит правильно. То есть, не в Москве, не вообще в Советском Союзе. Еще тогда Советский Союз. Такого явления... Тогда уже не было Советского Союза. Ну и постсоветский Союз. Смешалось у тебя уже все. Потому что, потому что, вот ты начинаешь все с момента употребля... Вот, мне кажется, когда начали употреблять, кончилось память и все остальное. Вот, видишь, как раз завершился. Я не употреблял. Моя встреча с препаратами, серьезными такими, психотропными, как бы так, внутривенно, она случилась как раз вот в рамках вот этого проекта, Mad Red. Потому что там тишинка, салутанная вся фигня, база там 905-го и все это лиса чудесная, она варила. Если не варила, то ездила по варочкам. Вот, нет, ну то есть, как бы это вот все стало. А так мы, в принципе, встретились как такое стихийное, стихийное, молодежное, панкрокерская движуха. Почему основной состав получился таким? Ну, просто действительно, в определенный момент, это вот несколько, несколько прям таких попоек совместных. Они привели, как обычно, там, как к рождению музыкальных коллективов, так и к рождению каких бы то ни было коллективов внутри вот наших тогдашних неформальных, этих самых, образований. Несколько встреч, таких небольших попоек, вот в том числе, там, Берия, да, вот одна из них была на Пушкинской, мы выпивали, то есть, ну, как попоек, то есть, мы выпивали пиво, скоморошничали. Кстати, потом, по поводу этой ситуации, было написано стихотворение группы Mad Band, по-моему, так она сейчас называется, играет до сих пор. Песня называется «Гороб». Вот, прям, мы валялись, блядь, лежим и пьем пиво, а город обычно и будь не живет, то есть, ну, вот это вот просто молодежь, блядь, вот прям такая юность светлая, незамутненная ничем, никаким. Вот, а потом появилось употребление, ну, да, и тогда уже механизм поменялся. И люди просто сформировались, вот были Берия на тех попойках, потом как-то на одну из них приехал еще Жабер, Лукич тусовал, были Тварь. То есть, мы просто постоянно тусовали вот в рамках этой пушки, но там была такая тусовочка хулиганчиков, скажем так, вот как раз вот это вот, Зел и Крас, они объединяли чердак и подвал там. И там была прачечная чудесная, это вот в сторону Палашевского рынка, как, это вот как раз бегемот, дядя, Фрид, три таких прям богатыря, они постоянно ходили измазанные этим перхлором. Вот, и товарищ мой Чубыкин, он был с ними очень давно знаком, потому что Фрид, ну, там, через роллеров, то есть он был такой роллер-панк, Деля Понто, у него в рюкзаке был такой обыкновенный рюкзак, такой, ну, как, туристический, зеленый, в нем лежали ролики, и он, я помню, долго носил с собой, ну, не трость, а это такой фигню для гольфа, палку для гольфа, вот прямо каких-то апельсинов там перечитал, то есть, ну, это прямо, и он катался на роликах с такой помойкой ходил, охрененный, вот там, фриц этот заерошенный, вот, дядя такой тоже. И, блядь, очень, очень, как бы прикольно, и мы вот в тот момент начали, как раз там несколько раз съездили в Таллинн, в Ригу, сделали небольшие там выезды, и приехав сюда, мы просто вот так впечатлились вот этим вот неким таким таллинским там флером там еще-то каким-то, и мы подумали, блядь, почему у нас-то такого нет ни хрена, почему я там приезжая из Таллина, тут же получаю пизды, блядь, там, на вокзале, заклепанную куртку, просто, а там, ребята, ходят все спокойные, вообще никто им ничего не предъявляет, вот, но они там ходили все время группами, и говорю, ну, надо, наверное, вот такую же хрень как-то образовать, И тут там Берия там включился такой, да, 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 он любил, да, там вот, какой-то даже фильм нам там рассказывал с участием Билли Айдола, да, надо создать такую же банду, потому что мы банда, вот, все, окей, 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 ну, отлично, и таким образом, как бы, а как это сделать, а как сделать, ну, давайте, все, и мы стали вот это вот, организовывать вот это вот место, то есть, оно как-то стало, и тут одним из ключевых как раз вот этот был, была поездка в кинотеатр Ладога, там, как таковая, и образовался этот вот костяк, коллектив людей, которые просто встали как-то так друг за другом, да, мы рядом, да, так плечом, и хернули всю эту, это самое, подъехавшкую гопническую тусу, которая не ожидала такого, что будет такое вот противостояние, и все, и такие, о, отлично, да, и вот уже пошел там, о, медред, медред, при этом мы как-то неправильно, написали, там у нас получилось одно слово на русском, ну, на английском, одно на эстонском, медред, короче, нет, у нас было мед, мадрат, ну, матрат, да, две т там в конце, в общем, по-эстонски как-то написано, вот это вот тоже было связано, вот, и мы, соответственно, все сделали себе на куртках трафареты такие, жабер их привели, я резал трафареты, а, ты резал трафареты, а жабер какие-то краски, я помню, вот это вот, потому что, я помню, жабер стишки это что-то притаранил, а ты резал трафареты, значит, вот, и мы все эти куртки, и вот ходили там, у нас были куртки, у кого-то жилетки, все разрисовано, по-моему, единственное, у кого осталось это, это жабер, да, его вот эта вот самошинная косая, вот и все, так, в принципе, ну, блин, цели и целей и задач у этого формирования не было никаких, ну, в принципе, они совпадали с целями и задачами ее участников, проебать свою молодость, все, все, потому что, на самом деле, я могу тебе честно сказать, моя основная задача на тот момент была, ну, как повторить путь, все движется, ну, при этом не в плане стать рок-звездой, а в плане умереть в 21, все, вообще, такая нездоровая, конечно, херня, но она помогла каким-то вот вещам случиться, так, в принципе, прикольно, и вот эти вот люди, да, то есть мы организовали все вот это, и несколько уже мы стали ходить вот в этих куртках, как бы коллективно, то есть мы выезжали на концерты, вот, на несколько концертов уже как бы как коллектив, как состав, и это было круто, это правда, это прямо такой какой-то, ну, блядь, человеку всегда же очень хочется быть частью чего-то, ну, да, я понимаю. И в данный момент ты прямо вот обозначал себя, четко обозначал частью вот этого вот раздолбайства, блядь, которое могло бы, блядь, нравиться, могло не очень, но, блядь, ты в нем. Чем еще запомнился вот этот выезд на концерт, где произошла как раз вот эта драка? Что-то было там такого интересного? Нет, особо интересного не было, нет, просто дело даже не в драке, драки были всегда, драки были и до этого, и потом, вот, там именно запомнилось, именно вот этим вот моментом появилось, потому что, ну, как бы, вот я был, вообще, как мне к панк-року пришло, то есть я поехал как-то в 87-м году, я поехал в Подольск, маленький еще, я был фанатом бригадея, большим фанатом бригадея, там должны были выступать бригадея, Гарик Сукачев, и я поехал в Подольск на фестиваль. И сколько, получается, лет было? Шестой класс, 12 лет. Нормально. Вот, у меня был такой, как у Гаррия, ну, такой, коротко посмотрели, такой длинный чуб такой, вот, тогда такой, полурог, ну, как Сукачев тогда любил так носить вот это, такая челка такая длинная. Вот, я приехал и увидел там группу эстонскую, Йотымкая. И все. И все, тюб остался, но был серьезно, вот так вот, было все сделано, вот, появились там какие-то клепки, ну, то есть я просто, была драка серьезная, и ребята из Йотымкая участвовали в этой драке тоже, и это тоже мне как-то, вот он, блять, то есть они одни из тех, кто не побежали, хотя были с инструментами, с гитарами, то есть, ну, вообще, то есть вот это, и это тоже как впечатление. И в итоге, то есть для меня, вот, панк-рок, он стал прямо таким, каким-то, какой-то такой скрепой, я не знаю, духовной, то есть я... Творческой. Творческой, ну, вот это чем-то, как бы, по наитию я там искал свободу, вот свободу от всего того, что мне не нравилось в окружающем меня мире, от этой серости, унылости, блеклости, да, то есть, да, несомненно, я там ошибался и искал неправильно, но искал я в верном направлении, это я сейчас понимаю. Вот, но куча ошибок было сделано многими нашими, многих из них не осталось в живых. В каком-то фильме про панков, он услышал, панки 90-х умерли в 90-х, а те, кто выжил, они не панки. И я с ним полностью согласен, мы не панки. Мы уже не панки, да? Не, панк-рок, он действительно, это такая вот сидвишес, а Джонни Лайден, это уже не совсем панк-рок. Не, вернее, даже, это не совсем панк, это панк-рок, вот, наверное, так. Панк – это сидвишес, а панк-рок – это Джонни Лайден, потому что, ну, панк-рок – это такой проект, а панк – это прямо такая вспышка. Это вспышка, и вот, ну, это просто, ну, вот, все, что происходило в моей жизни, это подтверждает, потому что, ну, даже вот этот проект «Медред», он не мог существовать больше, чем он существовал. Он это… Потому что, и все пришло, и все закончилось так, как и заканчивалось, как и должно было закончиться. Только твоим бухлом, блядь. То есть все. Ну, ну, я очень рад, что, на самом деле, многие, как бы, ну, Лукич, там, Берию, там, я время от времени встречаю, да, так, ну, прям раз в год буквально. Ну, в Марьиной роще он еще раньше жил, сейчас уже не знаю где. Вот. То есть люди такие, из юности моей, они сейчас живы, здоровы, и это тоже, бля, прикольно. Жабер. Ну, Жабер – это большое исключение из правил. Да, Жабер был… Это… Жабер всегда был… Жабер всегда был… Это панк, переживший всех и вся, это прямо такое олицетворение панк-движи, наверное. Как с Жабером со знакомства произошло вообще-то? Жабер… Ну, его… На пушке. На пушке. Его кто-то притащил, он, причем, рассказывал нам историю, что вот, вообще, на самом деле, Серж, Серж улыбающийся. Да, да, да. Ну, блин, Жабер, он взял себе… Кто-то его, блин, в Эстонии дал, погонял им, теперь вот этим погонял им и скрывается от каких-то там судей или что-то в этом роде. Вот. Ну, и как бы, и он прибился к нам как раз… Ну, не то, что прям прибился… Ну, его, да, ну… Не, там никто не прибил… Не, он просто как бы так, хоп, он увидел в нас тех… Родственные души. Да, родственные души, и он стал с нами тусовать, потому что вот эта идея такого коллективного панк-рока, она ему была как бы по душе. То есть вот эта вот банда… Это именно он тогда, там, ну, начал толкать тему, там, а давайте вот эти краски. То есть мы потом стали это воплощать, но там… Ну, как-то название, там, вот это вот, там, давайте там… На куртках напишем, как там на Западе, там… Ну, у него были какие-то фотографии, он все время вот этим интересовался. А потом он стал вообще, можно сказать, летописцем… Да, у Жабера была постоянно… Он, в принципе, практически не пил, то есть он вообще практически не пил, я не помню. Ну, там ему бутылка пива, и он, по-моему, такой все уже такой… Приседал и больше не выпивал. То есть… Но он все… но все время он сходил с рюкзаком, и у него он собирал… Все в дом. Все в дом. Он собирал бутылки. Вот. И сдавал их как раз вот нашим товарищам. А потом в один прекрасный день он приехал с видеокамерой на сданные бутылки. Вот. Это… И он стал снимать там все эти… наши какие-то проходы… Как их… променады, прогулки. Вот. И тогда как раз стало появляться… ну, в некоторых из них участвовали первые участники группы «Пурген». Да. Даже я помню, приезжал. Да не, мы… Вот, я тебя устал. Я сидел в коробковке. А ты там… Зажигал, который тебя господь… Закон мы нарушали везде и регулярно, но не серьезно. А… Вернее, ну, как бы, единственным серьезным нашим нарушением закона – это вот марихуана. Ну, а не было такого, чтобы к вам что-то привязать именно как банки? Не, видимо, просто период существования, период существования этой ячейки был настолько невелик по времени, что у них… как-то не… Им же там все это надо согласовывать, то есть идею наверх, там, обдумать вниз. Ну, про существуем мы чуть больше, наверное, год-полтора. Наверное, такое что-нибудь возникло, и какая-нибудь необходимость иметь эти завязки появилась бы. Но для этого нам надо… Ну, то есть… Ну, нам надо было бы остановить… Ну, в общем, то, что произошло с волками впоследствии. Крыса, которая загнана в угол, она просто кинуться, кинуться и укусить. А трус может иногда с перепугу выстрелить. Закон, ну, конечно, нарушался, мы воровали. Мы регулярно воровали по мелочи. То есть, ну, магазины обносили, этот Макдональдс чудесный, сколько мы там сперли. Там зашли парни, вышли, нет ничего. А деньги? Государство заплатит. А деньги? Какие деньги? Там, ну, этот самый… Как это… Потрясали там молодежь золотую. Ездили тут вот этих роллеров, рокеров. Потрясали там что-то, денежку. Там отберешь бутылочку. Да, вон этот стиль журнеров. Да, ну, этим ребятам доставалось, да. Иногда бесплатно просто доставало. Ну, не сошлись по взглядах. Вот. Ну, так, то есть, такая мелкий криминал. То есть, не то, что… Ну, прямо именно такая хулиганка. Вот. Какие-то традиции были, вот, чисто мадрилские, какие-то там, не знаю, какие-то приколы, свои обряды? Какие? Это… Я тебе говорю, за полгода это все. Какие обряды, какие традиции? Ну, тут рассказывают про панков, там, в конопушке и вот это вот все… Нет. Это, блядь… Это… 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 Плеваться, харкаться, блевать на других людей. Это, блядь, из окна, блядь, ссать из окна. Ну, это… Это, ну… Это такая общая панковская традиция, ну, просто, блядь, вести себя, как свинья. Вот. Панки в формате мадрета, это, ну, блядь, они были с этим заодно. Как? То есть, мы, ну, как, придерживались всех обычных вот этих вот панковских, там, и, блядь, там, и друг другу харкали в рот, и, блядь, и плевали. И, как это самое… Ну, блядь, была такая чудесная… Да, и посраться было не западло. Да, да, да. Ну, это бес чудесный такой, он любил вообще, практиковал. Какой-нибудь такой, блядь, при встрече с гопниками, обоссаться или обосраться. Прям… Прям… Такие, блядь, ну, нахуй. Безду. Ой. Садослав Астраханцев спрашивал, ну, в ВК, спрашивал, что правда ли, что… Для того, чтобы вступить внутрь ряд, нужно было переспать с бациллой? Нет. Нет, блядь. Ты еще и, блин, мог очень сильно агрести, блин, от того, кто с этой бациллой играл. От бациллой он мог агрестить. Да, блядь, в первую очередь. Для чего переспать с бациллой? Ну, блядь, это… Ну, я не знаю. Ну, надо быть отчаянным чуваком. Мы были отчаянные чуваки, но с бациллой не спали. Ха-ха-ха-ха. Ну, не все, Берия, по-моему, с ней. Берия спал. Потом рака-то с ней с ней… Ну, не, она девчонка была такая… Шимпаническая. Ну, и красивая она, и такая хорошая. То есть, тут она цыганка, по-моему, да? Да. Вот, она такая сердечная, душевная. То есть, она вот всех там подбирала, собирала. Вот всяких там… Арзуту уже, блядь, там притащила. То есть, она вот как-то подгребала по себе, такая мама-курица. Такая, всех прямо щик-щик-щик-щик-щик. Иногда ей, конечно, там за это перепадало, там… То есть, ну, были люди, вот, к которым она относилась, так скажем, с уважением, так скажем, с пиететом. То есть, в ней была вот эта вот… Такая, при всей вот этой вот панк-рок свободе, была такая какая-то правильная иерархическая постановка, да? Там, женщина-мужчина. Вот это вот. Да-да. Происходили какие-то там… То, блядь, там революции, то демонстрации, то еще что-то. То есть, вот эти вот переломы, надломы. То есть, прошлое уходило, но не очень хотело. Новое приходило, но еще не очень пускали. Вообще никто не понимал. А что делать с настоящим, вообще никто не понимал, блядь. То есть, вот эта вот вся хуйня творилась. И нам как раз в этом смысле было очень просто, потому что вот этот лозунг «No future», да, когда будущего нет, он на тот момент прямо очень соответствовал тому, что с нами происходило. И мы просто пытались вот прямо максимально, насколько это было в наших силах, раскрасить наше настоящее. Совсем вот это… Ну, опираясь там на те какие-то ориентиры там, да, ну вот основным там, скажем так, ориентиром там, ну была вот эта вот лондонская тусовка такая, контингент Бромли в свое время, да, вот в котором появился «Sex Pistols». То есть, вот эта вот яркая такая, ну, блядь, вызывающая, то есть, блядь, нет, нет, свастики, да, вот это вот все тоже, то есть у нас было не потому, что мы там были за Гитлера, там, к примеру, а просто потому, что это вызывало бурю эмоций. Вот вообще по поводу панк-геновщины, что думаете, вот откуда это взялось, когда столкнулись сами первый раз? Блядь, это прямо советский менталитет. Вот прямо реально мне, у меня такое ощущение, что это советский менталитет просто такая в стране, в которой, блядь, половина страны сидела, половина охраняла, блядь, это просто как-то с корешками впиталось, с капельками крови там даже вот в нашей среде. То есть, я потом это много очень видел в околофутбольных кругах, и вот мой друг Вова Индейец очень сильно, ну, мы вообще вот с этим как бы и пытались, ну, противостоять этому. А там еще у меня не было этого понимания, что это неправильно, ну, это не суть. Ну, мало того, что не суть, это даже против сути, это неправильно. Вот, поэтому мы этим промышляли, этой дедовщиной, потому что на тот момент почему-то, блядь, 18-летнему, блядь, разъебаю. Казалось, что если он два года ирокез носит, то у него каких-то прав больше, блядь, ну, странно, глупо, блядь, но это факт. Потому что он больше получал люлей от гопников на два года. Да, 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 тоже не факт, блядь, не знаю, не факт, что кто-то получал, знал я тех, кто и не получал совсем. Они такие. Везунчики, может? Нет, не то, что везунчики, а вот как Бес там или Руслан Пурген, там, они просто, один срался, ссался, другой, там, это самое, заболтать мог. Нет, он просто, он просто начинал какие-то вот эти телеги, вот это свое, трансплантация какого-то вот этого, блядь, урбанистического мира. И он так там это, ну, он умел как-то вот это вот, блядь. А как вообще произошло знакомство с Пургеном, с командой Пургена, там, с Чикатило? Нет, ну я говорю, вот... Пургеном натишку привел Пургеном. Жабер. На день рождения жабер. Нас еще весело, блин, всех пытались повязать, потому что мы купили Пургену на день рождения два подарка. Кирпич и гаишный ключ, разводной гаишный ключ, и все это у нас было очень красиво завернуто в газету. А за неделю до этого, на 905-го года, помнишь, мы тогда тоже в стишки шли, и там какой-то мужик из высокого здания стрелял. А-а-а, да-да-да-да. Вот. И нас всех, мы сидим, ждем Пургена, у нас, значит... Снайперы там какие-то или что-то? Да, какой-то снайпер там, блядь, засел, блин. Вот. В каком году? Вот тогда же, в 92-м, наверное. Вот. И вот мы сидим у афиши всей толпой, у нас на коленях кирпич этот завернутый красиво, и гаишный ключ завернутый красиво. А гаишный ключ похож на ружье, разводное гаишное. Так, ну, со всех сторон, блин, подлетают, блядь, нас пестиками тыкают. Руки вверх, что тут такое? Типа, мы такие, типа, да вот, блин, подарки на день рождения. Они когда-то все вскрыли, они прям, блин, они были в шоке. Какие, какие же это подарки? Такие, ну, панковские. Ждем друга панка на день рождения. Ну, панковские подарки, а вы нам, блин, упаковки красивые панковские испортили. Че надо тебе делать, блин? Нарить без упаковки. И чем закончил? Вот, ты ничем, ну, как бы никого не забрали. Гуляли, поэтому сам... Как раз приехал Пурген, мы ему подарили кирпич, вот, тогда мы познакомились конкретно с Русланом Пургеном. Да, при этом, ну, да, вот он привез, просто вот была вот эта туса, мы были... В общем, когда погоняло, Пурген не было. Он был просто Руслан. Просто Руслан, да. Да, и погоняло к нему... И у него была группа Пурген. И мы к нему прилепили это погоняло... Ну вот, не, приехал не только Руслан, приехал как раз вот Чикатило и еще... Их трое приехало. А? Бибис? Может быть, может быть, я не помню. Вот, они приехали втроем, то есть Жабер сказал там, о, там это отличные панки. Вот. А они как раз тоже тогда, вот они тоже были, как это, по... Вот они тоже в вкрашенных куртках уже там, ты-дын, 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 ты-дын. Не, была тусовка, там, ну, вот они жили там как раз... Ну, они там были такие мажористы. Там сейчас ресторан такой... Да нет, почему мажористы? Просто они с другого конца Москвы такие котельники, там вот эти вот все, и люберцы. Вот. Они как-то... Не то чтобы мы в конфронтации какой-то были. Нет. Просто мы были как бы, ну, параллельны. Просто пушкинские панки считали самые крутые. Ну, это так себя считали пушкинские панки просто, и все. Ну, давай, давай, давай... Давай оговоримся, что так о себе думали только пушкинские панки, вроде. Ну, да, все, как бы, блин, да, поддерживали, то что скажешь, пушкинские панки. То есть пушкинские панки себя считали самыми крутыми, а все остальные, то что, панки, читали, да. То есть, ну, раз пушкинские панки считают себя крутыми, то значит, они такие и есть. Ну, просто про пушкинских панков можно сказать, но там про крутость, потому что несколько раз именно у нас получалось очень грамотно схлестнуться с гопарями именно в рамках вот этого противостояния неформального в нашей трубе. Все, там же было несколько заездов вот этих вот там Люберов. Казань туда приезжала. Сначала приезжали Любера, и мы вместе с Ночными Волками дали им пиздюлей, а потом приезжала Казань, и мы вместе с Ночными Волками и Люберами дали им пиздюлей. Это была вообще замечательная история. Казань и Чебоксары вот эти вот там обиженные приехали такие в Москве пиздить москвичей. Вы совместно с Люберами и с Волками дали им пиздить? Да, да. Отстаивали нашу трубу. Любера говорили, чтобы наших панков пиздить. Вы не созванивались ради этого? А никак. То есть, на самом деле, просто вообще никак не созванивались. Это спонтанные такие вещи, как бы так сформированные судьбой, по-другому не скажешь. Я знал, что ты приедешь на пушку, и там обязательно все кто-нибудь есть. Да. То есть, это место, в котором просто так случалось. Почему случались вот эти, как бы, да, такие побоища? Потому что в тот момент, когда вдруг туда приезжала вот эта вот собранная толпа людей, там в тот момент оказывалось достаточное количество людей, которые могли объединенно дать отпор. Вот. И это, как бы, вот эта ситуация, она именно улучшилась в тот момент, потому что, вот, ну, смотри, стоит толпа. Может быть, большая толпа. Вот в определенный момент вечером вся труба, вот прямо вот первая часть до того, от выхода из метро до вот этого, выхода к памятнику первого, она была прямо плотно забита, неформалами. Но могли прийти там 10 человек, блядь, каких-нибудь люберов, и нет никого. А они там пиздят кого-нибудь там по ручку человек. Все. И это происходило регулярно. Регулярно? Насколько регулярно? То есть, скажи, там 3 дня? Ну, нет, ну, не прям, прям. Раз в неделю точно. Раз в неделю. Просто им тоже излюберец надо собраться, приехать, понимаешь, и тоже это там куча. У них там своих хватало. Вот. Это происходило там, и вот как раз, когда стали объединить, ну, вот это вот образование, да, вот это панковское, почему оно и появилось, потому что это происходило регулярно, как бы вроде народу до хрена, а никого выставить некого. А тут получилось, что да, вот она стоит, куча людей, рассосались все, а семеро-то остались. А там, когда семеро остались, там, ну, еще там один-два уйдет, оп, и уже как-то больше. И все. И все. И то есть, вот это вот противостояние получалось. И в этот момент, ну, поэтому и стали говорить, что пушкинские панки, как бы, круче. Но получилось, что мы круче только в том, что мы сумели организоваться в определенный момент. Ну, а это, правда, действительно просуществовало недолго. Ну, просто и по большому счету, на самом деле, этот вопрос был как-то так потихонечку, за эти полгода он просто снялся как таковой. То есть, перестали, перестали эти самые, все эти вещи быть, быть так, ну, как бы острыми, да, такими. Актуальными-то они были, то есть, в любом случае, ну, просто такая, да, вот эта острота их снялась. А чем сейчас вот снимаются участия вообще? Жизнь живут. Жизнь живут, да. Жизнь живут, там, семья. 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 Вовлечения. Семья. Ты татуировки больше не делаешь? Нет. Все, только мне. А тебе надо? Нет, только мне. Первую татуировку мне сделал Ленин. Нет, потом дело какое-то время. Там проблемы были с языком. Как это, с геометрией анатомии. Да, да, да. Ну, поэтому, да, нет, это была самая пиздачная татуировка, но, в общем, Володя Беляй меня в свое время уговорил ее все-таки забить. Давайте, ну, перейдем. Да, нам туда. Ну, Жабер живет, в принципе, у него, по мне кажется, жизнь вообще не поменялась, но это лучше он расскажет. Я, то есть, после Медрета, я понял, что там я немного погулял по Европе, вот как раз посидел в европейской тюрьме за незаконное пересечение границы. Вот, кстати, тоже интересно, потому что ты, видишь, перевел, ты как раз рассказывал, что Зверхожев видел много панков. Да. Вот, ну, это потом. Вот, и когда я вернулся, то есть, дело не в том, что я видел много панков, там, панков я и здесь видел много. А просто я там слушал очень много, ну, музыки, и, то есть, я, приехав сюда, то есть, решил, ну, что-то сделать с музыкальным каким-то вот этим. Ну, потому что я не понимал, почему у нас этого нет. Ну, ты и в квоте занимал, начал заниматься. Ну, да, это, 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 это. Поэтому после квота как раз ты, блин, самая группа Идиоты создал. Ну, вот, да, 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 да. После квота... Старый Запорожец. Старый Запорожец. Я не после квота собрал, я собрал чуть позже. Группа Идиоты появилась в 95-м уже. Ну, да. Вот, а здесь как раз вот я съездил, приехал и понял, что, блин, ну, да, то есть, тяга к музыке у меня была всегда, мы еще с Берией хотели там этот самый, как этот самый, он поет, я играю, вот. Кстати, самые большие деньги я заработал тогда, сыграв на гитаре, не помню, какую-то песню, нам заплатили 500 рублей, 500 рублей. Бутылка пива стоила, по-моему, 5 или 3, блядь. Бутылка водки ночью, ночью у таксиста 20 рублей. А мне 500, блядь. Я столько, я музыкой столько денег никогда в жизни, наверное, не зарабатывал потом. То есть, вообще такой рок-н-ролльщик. Ну, и типа вот рок-н-ролл для меня, именно, ну, как бы из панка, вот панк дал такой толчок, а я такой, дальше уже пошел в панк-рок. То есть, все-таки в некий проект. Вот группа «Идиоты» была, потом появилась там, у меня, я вот стал, очень увлекся группой «Toy Dolls», «Noifax». Эти отзвуки есть уже в творчестве. Потом опять же-таки в «Noifaxe» я услышал там духовые инструменты, стал больше интересоваться духовыми, ну, то есть, музыкой. Параллельно еще у меня мой младший брат и мой друг, практически старший брат из Перловки, там, друган мой старый, они двигались около футбола, да, то есть, вот, спартаковская группировка такая, «Гладиаторс». То есть, я и там участвовал, ну, то есть, я не то, чтобы был участником, а был, это самое, ну, был ярым сторонником, то есть, в принципе, скажем так. Здесь были оладьи, как тусовались герцанские панки. Оладушки, да. Вот здесь тусовали, а вон там еще стоит вот этот дом, в котором жили, по-моему. Вон там подъезд. Ну, если он, значит, я после панка работал промышленным альпинистом на реставрации храмов. Не потому, что я очень сильно верил в Бога, а потому, что они очень хорошо платят. Вот. А потом, в 18-м я, блин, ну, что-то со мной случилось, я стал пенсионером. И с 18-го я сижу на пенсии, занимаюсь с семьей и играю в фейнтбол. Раз в неделю. Все. Ну, а остальные товарищи? Остальные товарищи, нет. В Берии, я не знаю, он... В Берии, я понял, что... Какой? Чубыкин... Чубыкин умер. Чубыкин умер. Богатый умер. Тренажка умерла. Василы умерла. Ржа умерла. Тварь, не знаю. Тварь тоже, да, неизвестная. Донецкий, тоже не знаю. Майк Крэйзи сидит. Ну, он как бы... Он там в салоне. И не был участник. Не, он вроде выходит, но опять садится. Он постоянно что-то выходит, клянчит денег, мошенничает, опять садится. Вот. Единственное, что мне регулярно там написывают некоторые товарищи. Джим, а что? Это точно твой друг? А, ну, а я, блин, добавлен он меня в друзьях. Да, я знаю этого человека. Он там ссылается, ссылается в своих мошеннических схемах. Вот я оказываюсь ввиду там тех или иных своих жизненных позиций. Вот прямо мне кайфно. Я прямо вот переношусь туда в свою юность со всеми там правильными, неправильными поступками, со всей этой. Ну, просто и я вижу, у меня как бы нет вот этой херни там, ой, хуевая Москва. Нет, я просто, ну, я просто вижу разницу между той, которая была и которая сейчас есть. Ни хорошо, ни плохо. Просто, блин, вот тогда было клево. Нет, вот в этом доме там офигенно, там вот сейчас хрену знает. Вряд ли я оказался бы в этом доме в подвале, если бы он был таким сейчас. Или вряд ли бы мы вот по этой лестнице смогли бы залезать на эту крышу, блин, и через подъезд тоже. Да, то есть мы там наверняка сейчас все эти входы-выходы заколочены. То есть вряд ли смогло бы произойти так, чтобы вот там какие-то коммуналки выселялись. И мы там жили там, где-то на одном этаже там в коммуналке там бабушка осталась, а в соседней панке живут там какой-то. Ну, сейчас такое сложно представить. И представить не где-нибудь, а в центре Москвы. Патрики, Дмитровка, Дверская. Сейчас просто офигеешь. А здесь все в подвале было? Ну, подвал зеленый, тоже сквот такой панковский. Ну, в основном здесь как бы и это, и это место, оно использовалось в большей степени не для проживания, там просто чуть дальше мы будем проходить, там была прачечная. Там мы тырили перхлор. Перхлор, сопр. Перхлор, да. И токсикам. То есть это были такие приюты. Здесь надо поторчать. Приюты токсикам. И вот это, погоняю голубей, мы вот оттуда выгребались. Вот. А вот здесь вот был, соответственно, мы выходили, вот тут находился, ну, там были ворота основные, въезда. А здесь находился Палашевский рынок. Это такой, один из старейших рынков Москвы был. Вот прямо на этом месте. Такой. Стоял. Это, ну, вот раскладной там рыба всякая, мясо, фрукты, овощи. И мы тут тоже там иногда подтаривали чего-то, это самое. Ну, то есть воровали, несомненно. Вот. Ну, и подзарабатывать. Там что-то разгрузишь, там что-то подгрузишь, там что-то подтащишь, мусор какой-то уберешь. Ну, то есть такую копейку иногда себе перехватывали. Перехватывали тоже. Это было очень клево. Вот. Ну, и пойдемте тогда опять. А уже выйдем. Наши бомбяги. Чудесные. А мы туда вообще не пройдем. Пройдем, пройдем. Мы просто обойдем там и пройдем. Что происходит с Москвой? Мне нравится. Мне нравится, как она, ну, такая, то есть она становится, ну, уютной. Она всегда уютна для меня. Вот это мне прямо радует в том, что Москва в мои 18 была очень для меня, блядь, уютная. В мои 25 она была для меня просто вообще вдесно родная прямо вот. А сейчас в мои там со 47 она прямо, ну, такая спокойненькая, хорошенькая. Можно кофейку выпить, бутербродик съесть. Прямо, ну, мне нравится, что я живу в Москве. Такой маленький дифирамбик любимому городу. Вот эта вот школа тоже чудесная, здесь мы с этими, с выпускниками, которые на тот момент случайно были практически нашими ровесниками, тоже иногда тут загуливали. Я помню, какой-то выпускной мы тут с ними как раз пересеклись и бухали. На, здесь, здесь, здесь происходил выход такой. То есть мы выходили, так... Что, 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 пойдем, пойдем, все, нормально. К выходу, к выходу готовы, красоту навели. К выходу готовы, все, норм. Была такая... Да, это вот, это еще здесь банк был какой-то, не знаю, сейчас. Сейчас не знаю. Здесь вояга. Да, это прямо вот бомбоубежище. В таких домах были специальные бомбоубежища построены там на случай ядерной войны с такими прям дверьми там чугунами. И вот мы такие находили и в них жили. То есть я сюда приехал на пушку где-то в феврале, где-то в феврале, в марте-феврале, приехал на пушку, встретился с бациллой. Пересекся с бациллой, бацилла меня привела сюда. Они как раз здесь скватовали в эту самую бомбяге. Вот. И как бы вся движуха началась, ну, то есть отсюда. Весь мадрет пошел, все, ну, то есть сначала здесь тусовали, потом все переехали отсюда. Ее бомбягу выкупили коммерсы, и нас отсюда не выписали вместе с мусорами. Все пришли с мусорами-то. Вот. Мы долго держали оборону, но мы проебали, что тут три входа, а не два. И они все-таки через третий вход проедали. Дайдумаю, мы дотумкались, что здесь есть третий вход в бомбягу, и они вошли через третий вход. А держали барону как? Да двери, блин. Видите, рули заклинили, и они войти не могут. И все, там, тихо, блядь, не топайте, не орите, не шлите, не пердите там, блядь. Вот, и все такое. А третий выход, никто о третьем выходе-то и не подумал. И они в итоге тоже дотумкали, нашли третий выход, и спустились, и нас такие, типа, нахуй все отсюда. И как раз мы переехали в сквозку. Мы вставали утром там, то-се, бусе-масе, допивали недопитое, доливали недолитое, вот, доедали недоеданное. Вот, и выходили на улицу. Там начиналась уже такая же житушка, то есть вот это вот солнце. Прямо вот я говорю, у меня почему-то, вот реально, почему-то во всей моей молодости светит солнце. Вот, блин, всегда. Я попрошаюсь этой чудесной погоде, состоявшей с 87-го по 95-й год. Но там всегда светило солнце. Вот. И это было действительно, правда, клево. Мы такие там, вот такие все раскрашенные, веселые, яркие. Там с Лениным мы сварили, помню, штаны у него в одной этой самой. Они были у нас красные такие, вот прям такие ярко-красные. Он так в красных и ходил, а я их краской испачкал, зеленые и черные. Они у меня были такие разноцветные. Вот. Там, ну и вот эти вот куртки у нас там. Да, раскрашивали рукава, клепали клепки, сидели там вечерами, то есть занимались такими панковские трудовые будни. Блядь, клепать куртки, красить их там, тырить краску, блядь, пиздить бутылки там из магазина, хлеб там откуда пить, сосиски и прочее, прочее. Что-то называется фариганы, которые, блин, пили в магазинах. Да? Ну, пусть называется. Да, я прям помню вот этот вот журнал английский. Да, да, вот где-то парень стоял в косухе с британским флагом на спине. Вот. И еще я говорю, вот эти вот наши выезды туда, вот в это, несколько выездов в Таллинн. Да, то есть там мы тоже встретили вот эту там группу панков, как раз вот познакомились там на тот момент. И они тоже там все вот в клепках, в этой фурнитуре, в каких-то нашивках. Этого там было много, нашивок там в Финляндии рядом, ну то есть у них поближе Европа была. Ну, они сами-то были такие, более европейские. Ну, в этом смысле, да. Приехали ко мне товарищи. Ёш, Гиря, блядь, из этого самого, из Кёника сидят. Они привезли с собой рюкзак марихуаны. У меня на балконе рюкзак марихуаны. Мы сидим, пьем пиво на кухне. Там что-то там пиздим, покурили, пьем пивасик. Дверь такая. Блядь, я такой думаю, что такое, мама, наверное, или брат. Просто, ну, войти не могу, думаю, блядь, что без ключей. Открываю. Там, блядь, стоит по делам несовершеннолетних моя, это самое, надзирательница. А я, как это значит, на учете в милиции. Она говорит, Дмитрий. И сразу за ней два чувачка по комнате там рассосали. Говорю, встаете, 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 погодите, погодите, погодите. Вы куда? Вы куда? Зачем? Дмитрий, у меня к вам несколько вопросов. Какое отношение вы имеете к этому коллективу? А там они сидят, вот эта вся херня. Я говорю, не-не-не-не. Не-не-не. Не-не-не. Не было, не было, не было. Даже рядом не стоял. Говорит, ну, вот же вот вы. Я говорю, ну, это фотографии. А это, понимаете, сняли в одном месте, прилепили к другому. Не я, не я, не я. Хорошо. Но в любом случае, надо говорить, Дим, тебе через год в армии поехали. Полежишь, отдохнешь. Ну, тебе справочку дадим, тебе уже никуда не надо будет. Я говорю, ну, блядь. У меня дела. Мне пиво пить надо. Говорит, ну, отложи на недельку. Я повелся на недельку, блядь. Повел там полтора месяца. Мама вообще не знала, где я. То есть ей только она спустя две недели сообщила там. Даже не маме, а сестре. С мамой я тогда не разговаривал на тот момент. То есть у меня сестра там, ну, она психиатр по профессии. Она заканчивала тогда институт медицинский. Да. Вот, училась на психиатра. И ты... А? Дурку положили, да. Спасибо газете. В этой съемке я действительно не участвовал. Я в ней, вот, на этой тусе не присутствовал. Ты был, ты где-то на улице учил когда-нибудь. Да, да, да. Это газета тогда, тогда известная и популярная в Москве точно. Спидинфо. Нет, спидинфо. Газета спидинфо. Вот. Они решили сделать вот такой вот отчерк о панках московских. Это как раз вот было, то есть мы... Разве кто нам их подогнал? Да, они искали, а тут вот именно мы, то есть вот мы, ну, как бы о нас стали говорить уже. И поэтому они решили, о, отлично, давайте вот это организуем. И вот с этого начались там вот эти как раз телеги, то, что вы там спрашивали, а какие традиции, а как принимали, а вот эта вот херня. Вот эти журналисты и постарались сформировать вот такую вот какую-то хуйню. То есть они придумали на основе того, что было в реальности, придумали какую-то свою байку. То есть вот эта вот свадьба панков, это исключительно... Там реальные персонажи в исключительно постановочной ситуации. Все. Единственное, что там правда, это то, что Синяк, ну, реально трахал малышку. Ну, в принципе, в принципе, они, как это, были по парой. Был немецкий журнал нас сфотографировал, их фотографии я так не видел. И английские журналисты нас тоже приезжали. Фильм «Московский андеграунд», но я как бы не видел этого видео. Вот, еще в основном нас снимали несколько раз. То есть интервью и фото. Съемка была один раз. Да, один раз была съемка, вот так же видеосъемка. Неизвестно, куда там все делось. Это были российские какие-то ребята. Именно, ну, что-то такое, на тот момент существовавшее, там, я не знаю, из какого-то там авторского телевидения. Тогда много было передач. Снимали именно наш вот этот вот панковский банд-коллектив. Вот этот. Мы там давали какие-то интервью, там что-то рассказывали. Тоже вот так вот чуть-чуть прошлись по пушке. Они там что-то где-то поснимали. В основном она записывала. Немцы приезжали, вот немцы привезли нам водки. То есть мы им там рассказывали уже сидя... Правда, как у нас есть ядерный реактор. Сидя на сквоте там историю российского панк-рока, там, московского. Вот. Что могу сказать честно? Правды во всех этих рассказах было... То есть мы пиздоболы еще тем. У них был запрос какой-то. Мы как крысы реально это интуитивно чуяли и выдавали им все, что они хотели услышать. А дети услышат про пиздец, мы вам расскажем про пиздец. Про насилие, про жестокое. Все, что в детстве? Да, сто раз. Блядь, все время. Всегда. Вообще Советский Союз убил в нас все человеческое, но мы... Поэтому мы крысы. Все, ну вот такая телега. А так, ну, в целом, конечно, хорошо бы... То, что действительно было бы здорово, это увидеть какие-то вот эти проекты. Ну, то есть вот эти фотки. Я уже не видел многого. Очень здорово, конечно. Вот и эту передачу, кстати, я не видел нигде. Нет, я ее... В день, когда она вышла, я ее смотрел. А, вот эта до 16 стажа, которая... Да, да, да. Она где-то даже в архивах, кто-то мне присылал в архивах этого, из архива. Сид Импортный и Секс Пистолс также продержались недолго. Группа исчезла после всего нескольких месяцев безумств. Бишус умер немного позже. Его обвинили в убийстве подружки, выпустили под залог, и на следующий день он отдал душу дьяволу после передозировки героина. Ну, вообще, в принципе, конечно, интересно было бы вот так вот послушать, что там мыслил... Что мыслил тогда. Потому что так иногда всплывают какие-то такие видео. А вот до 16 и старше как раз, где смех... Тоже первое интервью Чупа, там какой-то там... Ну, FX, по-моему, приезжал к нам. Где-то у ДК там. Он еще как фанат там такой. Еще смех только-только начинали тогда играть. Вот, и он там что-то там пиздит. А может, мы такие пиздатые, там он такой молодой, красивый. А следом там за ним, в рамках той же передачи, я там еще что-то рассказывал. Стал в этом каких-то в темных очках, в синем плаще такое, что-то какое-то умное. Я всегда любил какую-то хуйню. Потому что я когда употреблял препараты, ну, нам бы не везло. Мы все время селились вот в старых этих квартирах, а там иногда книги валялись. То, блядь, Шопенгауэра прочтешь, блядь, делать нехуй, то Канто, блядь. Еще в оригинале, блядь. Да не, ну это не перегибай. Не, ну реально просто. Вот мы как раз вот жили вот на том сквоте, на котором были. Там вот в этой квартире была куча книг. И вот там, кстати, я и читаю. Там я и прочел Шопенгауэр. Там, видимо, какие-то люди жили. То есть они с собой, ну там куча мебели они с собой не вывезли. Какая-то литература осталась. Какие-то такие, блядь, буфет там стоял, я помню. Прям такой пипец очень. Ну, видимо, ну уже не хватит. Такой деревянный, прям тяжелый, мощный. Да, такой прямо. То есть, видимо, плакали. Ну, просто не могли его оттуда вытащить. Вот. Какие-то вещи оставались. И это тоже как бы так способствовало вот этому росту, воспитанию. Вот это вот реально уличное воспитание. Вот здесь попиздимся, здесь почитаем. Здесь из окна пассым, здесь бумажку в урну бросим. Ну, вот так вот. Ну, короче, весело. Еще было одно, по-моему, вот как раз вот текстиля туда, где-то там, вот это направление. Тоже ребята были прямо. Ну, там они, так их близость с люберцами, так они там сурово выглядели. То есть, так выглядели сурово, не очень ярко, но прямо такой у них панк-рок был такой в движении. То есть, в действиях скорее, нежели в этой такой, в яркости. Во внешнем виде. Во внешнем виде. И вот это вот медведковская туса, то есть, они все там с наколками, с непонятными на лицах, там вот это тоже. Но в медведково мы как-то одно время там тусовали. Удалось мне обойтись без татуировок на лице, но я ходил долгое время с булавкой в щеке, и у меня от уха к щеке такая вот сеть висела. Тоже так что-то, что-то там, видимо, происходит. Какая-то эта аура там была такая. Надо было, надо было что-то с лицом делать. А вот здесь вот как раз тусовали рокобилы туда чуть дальше. И депешисты. Депешисты у памятника тусовали Маяковскому, а в боссовете тусовали рокобилы. А здесь где-то кафе Маргарита, в который как раз тусовали вот эти вот Black Ice. Вообще, как-то так, ну, по Москве, вот в рамках Садового кольца очень много людей жило тогда вот. И в тех же самых коммуналках. Их потом расселяли, кто-то там оказался где-то в каких-то краях. Во-первых, сложно было добираться до центра. Именно в плане сохранения внешнего вида. Ну, да. Потому что, ну, для меня, вот, допустим, каждый, каждый выезд в Москву, когда я уже жил, в этих самых, ну, в мытищах, да. А это, ну, блядь, прямо, ну, вот по молодости, прям каждый день драка. Причем, драка, блядь, ну, вот, в которой можно было всегда сказать спасибо мусорам. Потому что только благодаря им меня не забивали до этого самого. То есть побед в этих драках у меня было, блядь, там на 105. А там была кафе «Шкура». Там собирались и выпивали торгующие на Тишинке неформалы. То есть была прямо такая каста неформальных барыг. Они там, ну, то есть торговали всякими шматьем, там, каким-то гоняли в Европу, там, из Сталина что-то везли, из Питера что-то везли, на перекладных что-то везли, там, натовские всякие одежки, бутсы европейские, американские. Ну, всякие, неформальные, там, майки можно было купить, тот же самый эксплойт, это там какой-то. Этого, вот всего чего, на что появлялся запрос у нашей неформальной общественности, но этого еще не производилось здесь или производилось в каком-то галимейшем качестве, ну, типа нашей московской рок-лаборатории, там, или... Ну, у московской были неплохие некоторые, подбывали. Не, ну, потом они стали делать все, как бы, они учились, тренировались, производили. Это сейчас уже, там, эту майку, кто хочет, может сделать сам, даже, даже сам, вот, купив хорошую майку. Ну, а сколько стоил пилот, там, какой-нибудь, там, или казаки, там, или верт. Слушай, по-разному, все зависело вообще от того, кто продает, но можно было купить, там, в принципе, американские, вот у меня были американские ботинки военные. Да, каркаран коричневый. Вот, я их вообще прям, я не помню, за что-то, за какую-то очень смешную сумму купил. Ты то ли, ну, прочтись, бутылку водки, ну, так, у таксиста она стоила 20 рублей. То есть, за 20 рублей пилот я выменял на два клетчатых пиджака, один, правда, был шотландский. Мне они были не нужны, откуда они у меня появились, я точно не помню. Где-то, может быть, на каком-то этом самом, где-то нашел. Ну, то есть, мы шерстили старые, ну, выселяющиеся дома, находили там, и там можно было найти литературу какую-то, книги, что-то можно было сдать в макулатуру, что-то продавали здесь на Тишке какие-то издания. Какие-то вещи находили, ну, то есть, люди что-то не вывозили, какие-то ручки там драгоценные. Жабер очень как раз этим увлекался, вот всякие там, от мебели, там, от дверей, вот этой всей фигней. Фурнитура, да. Вот, и все это можно было продавать здесь, продавать, менять, потому что там кто-то там искал. Тут собирались люди, которые, ну, блядь, часто работали, ну, во многом работали руками, там, сами шили какие-то ботинки, сами шили куртки, и это тоже продавали. То есть, они скорее покупали там, можно было им продать кожаный плащ, или там отдать кожаный плащ, там, заплатить немного денег, и они тебе сошьют то, что тебе нужно. Да, там, вот у меня была зеленая косая, то есть, пошитая из плаща зеленого, да, и из этого плаща еще подсумок мне же обязательно сшил. Потом, там остались куски кожи, он мне сшил. Да, у меня, помнишь, раненый, который я тоже сшил. Ну, вообще, вообще, вот здесь вот, на этом месте находился вот этот вот большой рынок, его можно, можно иногда увидеть в старых этих самых наших советских фильмах. А я пойду в кооператив на Тишинский рынок. Да, вот здесь вот это вот все находилось. Вот это вот был Тишинский рынок, здесь был Тишинский рынок. Пивная пивная, ну, именно пивная, ну, именно пивная. Чайная, кофейная. Да, ну, для торговцев, а здесь пивная, абсолютно говеное димедрольное пиво в нем продавали, все это знали, но, в принципе, все равно его все покупали, потому что там, с другой стороны, был продуктовый магазин. Кстати, шрам оттуда. Купил до сих пор ночью. Драка, выбитое стекло. Продуктовый магазин, там покупалась водка, здесь покупалось пиво. У кукурузы все это распивалось во славу дружбы и победы панк-рока над всеми кукурузами мира. Здесь вообще такое единение всех неформаций. В принципе, да, вот эти 90-е, в начале, то есть конец 80-х, начало 90-х, не было еще какого-то разделения вот этой неформальной тусы. То есть все, не, они могли кричать, а мы панки, а мы металлисты, а мы там с киноком, а мы эти, а мы эти. Но вот деления не было, потому что было какое-то общее такое... То есть общий контур конфронтации с этим, с обществом там постсоветским. И то есть были какие-то вот это, внутренний рост. А потом, когда уже они как-то так наелись, и вот стали тогда уже, что-то там рэперы появились. Рэперы появились все раньше. Не, ну, просто вот это вот уже. Когда появился хэви метал. Только здесь было единственное разграничение металлиста и брейкера. Вот, ну, это, блин, когда Горбачев пришел к власти, это 85-й год. И вот он, блин, затеял властность перестройку. И тогда появились вот металлисты и брейкеры. Не, ну, почему появились-то? Ну, почему появились-то появились? Они были до этого. Ну, как появились? Они, блин, ну, реально появились в большом количестве. Ну, достаточно. И в основном все это было... Нет, я просто еще... У меня как раз я учился в 85-й год. В 80-х годах у нас прям вся перловка была волосатая. Я могу сказать, то есть там к 90-му году там сформировались несколько четких таких прямо металлических групп. Мортем, холостой выстрел, потом чуть позже появились Суккубус. И еще прямо там несколько металл-групп. И среди них там потом появились вот эти идиоты. Панкроп-коллектив, да. А так там он прямо такой потлатый район был. Ну, я вот как бы по своему детству-то сужил, да? То есть вот как раз 85-й год Горбачев. И, то есть мне 14. Но это уже не детство. Началось, ну, как-то, относительно детство. И вот как раз началось, появились вот металлистов, начало появляться больше. Рэперов, брейк-денчеров начало появляться больше. И вот тогда началась эта конференциация. Ты за кого-то, за брейк или за металл? Там, Нью-Вейв тоже отдельные были. Отдельные песни тоже такие были. Вот. Мы с Чубокиным брейк танцевали, кстати. Да. В кафе Лира, а диджеем, ведшим дискотеки, на которых мы танцевали брейк, был Сергей Огурцов. Он же Лемов, да. Это было круто. Кстати, это вот происходило вот когда, ну, у нас с Чубокиным разница, он 72-го и 75-го была, да. То есть, ну, мы вот как раз сошлись вот в 12-й, когда мне, ну, в 6-м классе. Ну, просто с ним, ну, то есть там район Перловка, мы там все учились в одной школе. Вот. И там вот он такой был неформальный, то есть там прям четко как-то вот болельщики футбольные были ярко представлены. Именно тогда болельщики, то есть этот вот фанатский, как в этих самых показывали. В Яралаше там тоже вот такие там все с петушками там какими-то, вот это я часто видел. Оттуда там ноги Вова-Идейца растут. Хотя Вова долго ходил волосатым, он сам был участником некоторых металлических групп нескольких. Вот, Сукубус, кстати, по-моему, он там на барабанах играл. Он даже в одной группе у нас выступал. У Светы я его подпрягал на барабанах. А, ну, может быть, я не знаю. Собаки-наки. Может быть, с Байбаком они там вместе что-то еще фигачили. Байбак пел там. Ну, и все. Вот волосатые в основном были панкные. То есть было так неформально. И были такие чудные, ну, заводские ребята просто, которые, ну, не гопники, а урла уже такая. Просто вот для меня как бы гопники это те, кто прессуют, а урла это просто которые... У них нет, скажем так, политических разногласий с тобой. Ну, как это, концептуальных. Но просто время от времени они, блядь, ну, что ты так хуйню какую-нибудь занимаешься. Давай-ка я тебе пизды там просто. Они, кстати, сами слушали, получается, из неформального «Сектор газа» и кино. Да, да, но это уже позже. То есть по большому счету, да, позже это те люди, которые стали слушать «Сектор газа» и кино. А так они, ну, просто вот это вот местная заводская братва, то есть такая, вот. Ну, что, я тоже в душе панк. Ну, я же вот это вот, блядь, гребень не ношу. Ну, блядь, ну, ты не носишь, а я ношу. От меня дело не мешает. От меня ты, что ты хочешь-то от меня, чтобы я, как ты, не носил? Ну, блядь, а кто тогда носить будет, если ты не носишь? С гопарями всегда сложнее, потому что у них задача, да, другая. У них задача другая – отжать. А до чего доебаться, то есть просто до панка доебаться возможностей больше. Ну, он предоставляет эти возможности на ура любому. Вот. Вот и все. А с урлой, ну, как-то нормально жилось. То есть, в принципе, как, правда, это говорит мой товарищ Пашка Аскал. Он говорит, ну, Проне как-то сказал, что мы о чем? Мы те же самые, те же самые гопники, только мы ярко окрашенные. И все. Не о гопнике. Не о гопнике. Именно в этом, блядь, вот с этим я и был согласен. Это и было так. Блядь, мы были просто гопники в ярких куртках, блядь, и все. То есть, мы видели там на основании чего-то, я говорю, вот непонятно, какое-то размышление своего странного, да. Блядь. Пришел человек, а я у него там, не знаю, там, значок отобрал, там, или еще что-то. Просто потому что он... Я даже не помню вот этих своих как-то мотиваций, потому что они настолько сейчас для меня непонятные. Они и тогда-то были какие-то неверные. Мутные. Да, то есть, ну, это какая-то такая... Там что-то делилось-то, пионер, пионер. Ну, пионер, да, пионер, алдовый, ну, блин, пионер, да. Ну, вот тедовщина. Чисто, видимо. Да, чисто пошел пионер, ограбил, потому что он пионер. Ну, не ограбил, да, там, блин, отжал. Ну, да, просто при этом часто получалось так... Ты у него отжал, говоришь, все, блин, дружище, теперь ты, блин, считай себя алдовым, можешь приходить на пушку, тебя никто не трогает. Скажи всем, вот это вот, скажи всем, что тебе этот сказал, блин, кто этот, кому... Ты главные агументы, да... Вот, просто я помню, кому ты говоришь, скажи, всем скажи, Прохор сказал, блин, вот сейчас я просто понимаю, кому... И вот подходит к нему кто-то, и он говорит, мне Прохор сказал, я теперь алдовый. А блин, какой нахуй Прохор, кто это, кто это... Кто это... Прохора. Да, знаю, Прохора, бля, да, лодовый, но кэтусовый. Конечно, не лодовый, но, бля, лодовый, типа, бля, ну, чтобы ты не расстраивался, что у тебя значок отжали. Ну, да. Ну, странная, конечно, херня. Ну, да, но она, да, имела место быть, и поэтому, я говорю, в этом смысле мы как бы были такие, да, раскрашенные гопари. Там, к вопросу о литературе, в принципе, какой-то тематической литературы, так скажем, по панк-року, да, там, как быть панком, или что делают панки в свободное от работы время, там, или вот это, от работы панком время, вот, ее нигде не было. Да, вообще, в принципе, какой-то такой, как бы, информации было очень мало. Она поступала здесь, вот это вот, была вот эта вот тусовка, и где-то просто мог в процессе вот выпивания водки и пива здесь, на кукурузе, после рабочего, честного рабочего трудового дня на Тишинке, напродавав там каких-то металлоломов, не на меня. Ну, просто слышал эту информацию, ой, я там посмотрел, там, Сиды Нэнси, нахуенный фильм, там, такой, ты такой, где бы его, там, там, Леша, там, слушай, а где ведь достать? Ну, не жирно было с видоками, с видеокассетами, то есть, в принципе, не у всех это было. То есть, вообще, конечно, с информацией была полная жопа. Было ее очень мало, поэтому, когда что-то попадалось, черно-белые фотографии, когда попадались цветные, это было вообще пипец золота. Большинство наших костюмов, так сказать, оно было именно почерпнуто из фотографий вот той тусовки. То есть, мы старались как-то повторить, что ли, вот эту цветность, да, чтобы... При этом, вот, были ребята, там, братва из Таллина, куда мы тоже время от времени ездили, у них больше оттуда, соответственно, там черпали информацию, и там видели эту тусовку, как они там выглядели. То есть, когда они приезжали сюда, это был прямо такой, вот, они выглядели очень отлично от нас. И мы, как бы, вот этим, вот, в рамках Медрета, именно внешним своим, как бы, как бы, ну, своим внешним своим видом пытались именно стать частью вот такой вот панковской тусы, международной, скажем так. Чтобы, вот, мы не черно-белыми какими-то такими, это самое, выглядели, а яркими, цветными. Не только, не только в плане своего вот этого настроя, но и в плане внешнего вида. Я впервые панк-рок-музыку услышал в 87-м году на фестивале Подольск, вот, на Подольском рок-фестивале. И, ну, для меня, прям, вообще мне казалось, что все, что там происходит, это панк-рок, но, в принципе, основное, это то, что я тут услышал, это был ее ТМК. Вот, они, вот, впервые я увидел ракезы эти, клепанные куртки, все это, и для меня это прямо, вот, на меня это произвело неизгладимое впечатление. И я решил, что вот, вот, это мой стайл, это мое. И дальше я стал, как бы, искать таких людей. Их было, ну, очень мало, то есть, неформалов было, как ни странно, много. Ну, людей, знающих о панк-роке, было очень мало. И, вот, ну, у меня на районе был там Саша Чубыкин, но он о панк-роке знал не больше, чем я. Не больше, чем я. Музыки у нас тоже особо... Не, ну, у него была как раз, у него я услышал такие, такую группу, как Кьюр и Паблик и Медж Лимит. Знаешь, я на школьном концерте, у меня там в школе была первая музыкальная группа, я выступал с красными волосами. Она привезла по запросу, там, красный лак. То есть, тогда это прям, ну, это сейчас покрасить волосы, это там... А тогда это был целый процесс технический. А вот то, что когда я просто... Вот сейчас у меня обычные волосы, я нанес лак, и они у меня огненно-красные. Блин, мистика, это мистика, такого не может быть. А, может. Вот, то есть, этого всего не было, это все было далеко, как-то непонятно. То есть, да, информационно... В принципе, по большому счету, мы, основываясь на слухах, изобретали велосипед. И он поехал, как ни странно. Про подвижность движа может говорить и то, прямо даже то, что у нас за время вот этого существования Мэтт Ретта, у каждого участника сменилось, наверное, по 3-4 прически. Вот эти вот панковские. То есть, мы делали там... И шипы у нас были, и ракезы такие. Ракезы красные, ракезы зеленые, ракезы синие. Шипы. Шипы в один ряд, шипы в два ряда. Шипы в два ряда и по бокам. Да, и все это выстригалось там вручную и ножнями. То есть, это вот, блин... В этом замечательном здании у нас был готов и стол, и дом, и парикмахерская, и швейная мастерская по заклепкам. Там, да, прошли большой круг. Ну, в принципе, вот это такой, прямо круг юности. Круг юности моей, да, вот прямо. Как я и говорил, тут вот в каждой точке, в каждом месте можно встать и разговаривать именно об этой точке, об этой месте. Там я расскажу кучу своих историй. Там Ленин куча своих, Жабер куча своих, Берия куча своих. То есть, с каждым, с этим городом, с каждым его местом связаны куча каких-то историй, истории из моего панка. Из моего панка. И он был действительно такой вот взбалмошный, суматошный, яркий, праздничный. Я бы, вот честное слово, как это там говорят, если бы там ты, там, хотел бы ты изменить что-то в свое... Вот в этом отрезке жизни я не хотел бы менять ничего.